халлилюя снова мы здесь через несколько секунд подключили другую такую полутора получасовую как говорится такую рамочку и прошлый раз когда мы говорили о священстве почина мелхисадека ты сказала такое что когда ты сказала что бог так работает с тобою когда ты видишь какие-то вещи в духе господь подтверждает тебе эти вещи в определенной физической реальности у меня будет потом на основании этого некоторые несколько вопросов но вот если ты можешь буквально нам рассказать может какие-то такие моменты может когда это начало происходить было ли это что-то через личное общение и должно ли должны ли мы стремиться к этому чтобы переживать какие-то вещи которые открывают нам бог не просто в духе потому что мы знаем есть много людей которые его только в духе вот я видела в духе переживала в духе чтобы также это было на всех на всех уровнях человеческого существа человеческой личности вот немножко вот как бы вот приоткрою завесу вот на это очень важно интересно наверное вот первый момент который приходит на память который произошел со мной и после которого я начала анализировать и смотреть что именно моей жизни это происходит так я читала момент где описывалась от власть что бог нам дает власть наступать на змеи на скорпионов на всю вражью силу что ничто не повредит нам я читала это слово я сказал господи а как это это было много лет назад но это скажем началось такого периода мы жили в тот момент в иерусалиме и я спрашивала бога о откровении и мы были на одной из ферм на которой должны были спать и вдруг я увидела ползущую живую реальную змею и я посмотрела быстренько что вокруг и увидела палку такую толстую как как посох был я схватила эту палку и сильно ударила и поразила эту змею в голову она немножко повертелась повертелась но она умерла в этот момент я начала слышать слово это совершилось в моей физической жизни я поразила змея в голову и это как будто соединилась на уровне физическом что это произошло это пережило себя на всех моих эмоциях и чувствах но это как бы утвердилась в моем духе чувствовать что я могу теперь наступать на духовных змей на скорпионов и на всю вражью силу что ничто не будет вредить мне когда это была пораженная змея она не поразила меня но я ее поразила в голову в этот момент соединилась духовная душевная физическая начала размышлять вау господи ты со мной так разговариваешь и я начала просить другие откровения которые бог говорит и был следующий момент где бог мне показал определенных людей наставлять взращивать и подымать и я увидела в духе как бы сходящий посох в руки я это получила значит ты мне даешь там где проводить людей пости людей и я начала говорить вау но если это было физически змеей то я бы хотела увидеть как это физически ты совершаешь и я молилась а вдруг собака которая жила там где мы были она начал она идет ко мне и я вижу на что-то ко мне несет я вижу она несет огромную палку посох она подошла ко мне она положила эту палку возле моих ног и нагнула свою голову и я понимала что бог меня зовет взять это физически я взяла это в руки и я знала что на тот момент не было тех людей которые могли бы это высвободить но это было физическое соприкосновение когда я взяла эту палку вот то духовное видение которое было она соединилась с физическими я видела как божье содействие сопутствие благорасположение она начала исходить для наставления определенных людей которые которых надо было научать наставлять и вести и скажем это также та грань которую бог дает мою жизнь где он показывает определенные пророческие действия которые он совершает определенными людьми и то что он хочет высвободить и то что он вложит во мое сердце он дает также это соприкасать с физическими моментами ты наверное свидетельте пророческих вещей которые происходят все вещи которые он дает не высвобождать духовно видя там на горе то они всегда соприкасается с физическими вещами и я увидела как это работает может это специфика моей жизни моей грани которую бог дает но я вижу как это соприкасается и соединяется духовный элемент когда человек принимает верой в духе но когда он это видит физически и приди а при принимает определенный элемент например бог дает человеку выкапывать и раскапать колодцы мы можем это представить нашей внутренности да да господь я принимаю это слово пророческое тебе что ты мне даешь выкапывать эти колодцы но когда мы видим физически колодец и соприкасаемся начинает играть также сфера эмоций и чувств которые нам также господь дал и когда все это соединяется вместе какое какое-то определенное наделение происходит быстрым образом это как бы дает тотальное ускорение как квантовая физика которая уже идет не через ходьбу а через определенный прыжок я вижу как это работает определенное наделение если человек духовно получает и он переваривает он молится но когда это физически с духовным и также соприкасает на нашу душевную сферу наши эмоции чувства наш разум задействует то это определенно как бы ускоряет и дает определенное наделение в этом двигаться это во всем это и в откровениях я вижу как со мной бог работает каждое откровение но соприкасается с физическим наделением но также те вещи где бог дает служить мне они сопутствуются с физическими высвобождениями только словом пророческим но также с физическим соприкосновением где все соприкасается и вот это слово Слово, которое уже Бог высвобождает в жизнь человека или в мою жизнь других людей, оно становится плотью внутри меня, неотъемлемой частью, где уже слово идет, и где я преображаю слово, и другой человек преображается в то слово, которое Бог ему высвобождает. Спасибо. Нет, конечно, удивительно, и я верю это сто процентов по Слову Божьему. Бытие, первая глава, первый стих, да, в начале Бог сотворил небеса и землю, небеса, шамаим, землю, то есть, как там, эротс. Он сотворил, то есть, он как бы имеет в виду оба. Имеет в виду духовное, физическое, невидимое и видимое. И мы видим в Ефесянах, как осуществляется эта тайна, где он говорит, что все небесное и земное соединить под головой угла. То есть, получается, что Слово Божье или определенное откровение, они могут и должны находить определенное физическое, видимое выражение и проявление в этом мире. То есть, они не только, они приходят из духовного, они приходят с небесного, со сверхъестественного, но они не должны оставаться там и зависать там. И мы не должны оставаться вот в тех сферах с ними и просто иметь вот эти вот зависнутые как отношения, вот именно взаимоотношения с этим. Потому что, я верю, наш Иисус, Он открыл принцип на земле, как и на небе. Это вот этот принцип, что на земле в физическом определенные вещи, если это откровение с неба, оно обязательно реализуется на земле. Если это просто какие-то мысли, фантазии человека, или он водится, как Писание говорит, если пророки водились своим собственным духом, своим собственным воображением, это может остаться там. Но, тем не менее, мы видим, что это реально происходит с пророческими людьми, и это будет происходить больше. Вот такой вот интересный, но не провокационный, а вот такой вот просто интересный вопрос. Вот если бы, если бы Господь прямо сейчас тебе явился, вот как Он есть, и Он сказал, Дебора, ну, ты будешь получать многие еще вещи, потому что Бог всегда щедрый, Бог всегда дает. Но вот на данный момент, если бы я вот тебе сказал такое, вот проси, вот все, что хочешь, но вот в определенной области, не так, что вот всего. Вот будет вот конкретная область, в которой регулярно, постоянно будет что-то физически проявляться из духовной сферы. То есть мы знаем, есть золотая пыль, которая появляется, серебряная, алмазная, мы видели сапфировую пыль на служении, изумрудную, красную, то есть разные. Есть, когда появляются разные виды, например, масла, есть, появляются эти коронки на зубах, или, то есть, есть драгоценные камни, также проявляются. И вот если Господь явился, я бы тебе сказал, вот ты скажешь конкретно, вот определенное проявление, и с этого момента, как ты его высвободила, оно регулярно начнет проявляться. Вот что бы ты, если так можно сказать, вот выбрала и сказала, да, Господь, пусть вот это начнет проявляться на земле сейчас? Очень интересный вопрос, и, наверное, сразу тяжело ответить, но такие сразу мысли посещают, что Иисус, Он умер за человека. И Он умер, чтобы человек был целостный. И, наверное, это очень сильно отображается в моем сердце, когда я вижу определенные сферы, где человек нецелостный. Есть сферы, где Бог работал со мной, и где-то у кого-то определенное поломанное тело, определенная болезнь, или депрессия, или человек в поисках Бога. Я хочу всего, чтобы полностью все, что несло целостность и восстановление первоначальное, которое было до еще грехопадения, это моя мечта, это мое сердце этим дышит, чтобы человек мог туда возвращаться, чтобы он мог ходить в небеса, чтобы он мог знать Отца, чтобы никакого препятствия не было между человеком. Если человек имеет поломанное тело, и человеку нужно исцеление, чтобы это было воссвидетельство, и выпрямлялись руки, ноги, чтобы появлялись новые органы, чтобы появлялись новые глазницы, появлялись новые глаза, появлялось все новое в человеке, чтобы его сердце изменялось. Я думаю, что это самый сверхъестественный момент, когда вся внутренность, она изменяется и преображается в Иисуса, и это является вот этим соединением потом с Богом, там, где нету целостности, нету общения с Богом. И для меня, наверное, самое важное, чтобы иметь общение с Богом. Для меня это самый сверхъестественный момент, сверхъестественнее всего. Но если Бог хочет принести целостность человеку через пыль, через драгоценные камни, через зубы, то и это, как бы, оно открывается в моем сердце. Все, чтобы приносило эту целостность человека с Богом и убирало всякую преграду между нашим Отцом и нами, как детьми. Это такой тяжелый, наверное, вопрос. Очень тяжелый вопрос. Но я думаю, что я хочу все проявление, которое возможно только, чтобы только приводило людей к Господу и изменяло всю внутренность. Ну, Диура, как я, духовно жадный человек, до Божьего добра, как говорится, слишком. То есть, да, мы, как пророческие служители, вообще не любим ограничивать Бога и не любим контролировать Его, хотя иногда просто как непреднамеренно такие вещи все еще происходят в нашей жизни. Поэтому, как бы, наш духовный девиз всего и побольше, как говорится, от Господа, потому что мы знаем, мы не хотим этого для себя, мы хотим видеть конкретные результаты в жизни других людей. Сейчас Господь также начинает поднимать апостольское. И вот сегодня на общении, вот у нас было сегодня хорошее общение, мы были с ребятами из нашей общины и жарили мясо там, ели, ну, как обычно христиане тоже любят делать. Вот. И мы говорили об этом месте Писания, где апостол Павел говорит, что «Моя проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Как ты думаешь, является ли это лишь апостольским критерием, то есть является ли это как-то вот для особо наделенных или особо посвященных людей, или любой в теле Христовом может взять это как за основу того, что вещи должны проявляться, материализовываться и происходить в сфере физической. То есть мы понимаем, да, есть на небесах места, где есть, как они называют этот склад органов и человеческих тел, человеческих частей тел. Да, человеческих тел. И мы можем верой брать это оттуда. И, конечно же, мы понимаем, мы хотим не просто верой это в духе делать, но мы хотим реально видеть, что недостающий орган в человеческом теле появляется. И руки, которой не было, она вырастает. То есть вот как ты думаешь, подошли мы уже к этому этапу или нет, для всех ли это, или это просто как апостольская или пророческая прерогатива, или каждый вот верующий буквально может молиться и говорить, Господь, мое служение, которое ты дал мне, я хочу, чтобы оно было в явлении духа, в явлении духа и силы, чтобы вера человеческая утверждалась на силе Божьей, но не на мудрости человеческой. Подошли мы к этому этапу уже. И еще вот такое вот в заключении, если мы подошли, или, если так можно сказать, не как ускорить этот процесс, а что необходимо носить в себе или каким необходимо быть, чтобы именно двигаться вот в таких вот полномочиях. Мы знаем, есть разные уровни власти и силы. Вот, кто-то до сих пор молится и не может, там, головную боль, ничего сделать с головной болью. То есть мы говорим о серьезных вещах. Вот как ты думаешь, подошло ли время для этого, для каждого ли это, и если есть определенные препятствия для этого, или просто это просто вот вера и все, или есть какие-то вещи, которые вначале должны прийти и осуществиться, прежде чем мы увидим вот эту демонстрацию, люди хотят видеть явление духа и силы. Не просто проповедь елейную хорошую, аллилуйя, братья, будьте благословенны, и все. А что произошло? Ничего не произошло. Елейная проповедь, и то содранная там с интернета где-то зачастую. И, ну, а что реально? Вот хромой хромает, косой косит там, ну, то есть что вот ты скажешь по поводу всего этого? Ну, это, наверное, интересный очень также вопрос, и то, что является таким сейчас знаком вопросом также во внутренности. Ну, я думаю, что, как бы на все вопросы эти нельзя прямо сказать, я думаю, потому что, как бы, глубины сам знает Бог. Но я думаю, что мы подходим к тому моменту, где поднимается сейчас апостольское пророческое тело, и оно начинает взаимодействовать и соединяться. Я думаю, что это один из таких критерий важных, что на основании апостолов-пророков Бог определенные вещи строит. И это определенное соединение. И я думаю, что опять это совершается в теле и через тело. И не может просто один человек подняться и сам через него, чтобы все текло. Бог работает через тело. Это то, что Бог делает со мной, это то, что Бог влаживает мою внутренность. Я верю, что то тело, которое мы, да, в прошлый раз говорили о сухих костях, одна сухая косточка не может сама по себе ничего сделать. Но я думаю, есть определенные моменты, где нас Бог соединяет, и тогда Он вдувает тело, силу, где определенное соединение, оно начинает функционировать. И я уверена и верю, что Бог сейчас будет поднимать и уже поднимает апостолов, что Он поднимает также пророков, которые начинают взаимодействовать в теле. И через это определенная специфика приходит, определенное наделение, где уже Бог, Он написал, написано в книге жизни уже все дни. И я верю, что многие вещи, не многие, а все вещи, они написаны, и что мы просто отображаемся и соединяемся с тем, что уже есть. И здесь важно соединиться и признать себя, что я разный. Все ли могут там говорить, все ли могут исцелять, все ли могут там совершать чудотворение. Нет, не все. У одного один дар, у другого другой. Если бы мы все совершали чудотворение, кто бы мог заниматься пастырством, кто бы мог нести учительскую грань. Здесь важно согласиться с той гранью, где Бог дал, и это будет самое лучшее для нас. Это будет пища для нас, потому что пища для нас есть творить волю пославшего нас. И каждый из нас, Он был послан на эту землю с определенной миссией, с определенным назначением, наделением. И есть также апостольские люди, которых, может быть, мы привыкли видеть, чтобы они были красочные, чтобы они были яркие. Но сам Иисус говорит, на нем не было ни вида, ни величия. И для меня, наверное, это один из определенных таких аспектов и сигналов, когда я вижу, что человек являет не себя, но является Христос. И когда можно думать и размышлять о гранях Бога, о познании Бога, но не о человеке. Когда человека ты не помнишь, даже ты помнишь его сердце, которое отобразилось самим Богом, и которое яркое самим Богом и светом самого Бога. И я верю, что это тот критерий, куда назовет Бог. Это умереть полностью для себя, чтобы была мертвость для нашего Я, мертвость для наших всех вот этих решений, но была жизнь Иисуса, проявленного первосвященника и апостола, который открывается в людях. И я верю, что это для определенных людей. Не все были Павлами, не все были Петрами, не все были Моисеями, не все были Аронами. Это определенное призвание, предназначение, которое Бог дает нам. И можно сказать, здесь суверенность также Бога, но в то же время Бог сам дает вот эти жаждущие моменты и мотивирует нас входить в каждого, в ту ячейку, в ту грань, в тот пазл, в котором мы находимся. Но я верю, что мы на пороге этого, где тело Иисуса Христа подымается, и оно не может молчать. И этот огонь, который сейчас горит в костях, он настолько начинает гореть, что тело начинает подыматься. И где апостолы, которые до времени были сокрыты, спрятаны Богом, они подымаются для великой цели Божьей, которая, может быть, будет выглядеть не так ярко, как привык этот мир, но будет выглядеть в силе, проявлении силы и власти, где слово будет высвобождаться и будет происходить. Когда Моисей, он поднимал руки и падал в град, молился, что-то говорил и происходило. Это не была тысячная такая молитва, что сколько собралось, это было между Богом и человеком, который совершал. И я верю, что там начнется и изменение погоды, когда мы будем входить в пророческие грани, как Илья. Он был подобен, как и нам. И он помолился, и не было дождя, а три года. Помолился, и наступил дождь. Это была простота. И как мы видим Илью, он был популярный? Нет, он был гоним из-за велью. В нем не было популярности, но его все знали, и его все боялись, потому что на нем был живой Бог. И я думаю, что пророческое служение, апостольское служение, оно сейчас поднимается в новых гранях. И просто вот сейчас благословляем молодых апостолов, молодых пророков входить в эту кротость смирения, без которого нельзя увидеть также Бога. Кротость смирения. И давать ему совершать то, что он хочет совершать. И я верю, что сейчас смотрят многие другие пророческие тела, пророки молодые, которые будут это принимать. И это не будет высвобождаться через такую красочность. А это будет высвобождаться другим путем. Это будет естественно. И это будет на любых местах, где мы будем поставляемы, где мы будем перемещаемы. И я верю, что время чудес, Божьих чудес, время знамений, Божьих знамений, оно уже открылось. Уже открылось. Оно открылось. Оно не будет открыто, оно уже открылось. И я думаю, что это одно из чудес, что Бог сейчас совершает здесь. Это уже является огромным чудом Божьим. Да, Господь, помните, что Иоанн Креститель сказал? Никто не может принять на себя то, что не дано ему свыше. Поэтому пусть Господь откроет вам, что дано конкретно вам свыше. Я знаю, что некоторые люди, они всегда хотят что-то получить иногда, что не для них, что не их, что не... То есть, и я верю, что приходит время также, когда уйдет это нездоровое соперничество. Сравнение, зависть. Сравнение, зависть, гордыня. Кто имеет, гордится перед тем, кто не имеет. Кто не имеет, завидует тому, кто имеет. Происходят все эти звездные войны, так называемые. Кого-то там зазвездило и звездит в голове. И там, кто лучший помазанник, кто более великий помазанник. А я то не умею, а ты умеешь это и так далее. То есть, я верю, это детский сад, который в свое время и уже проходит. И Господь, я верю, Он ценит любой дар одинаково. Всякий дар, приходящий от Отца Светов, от благого Бога, Он ценит одинаково. Для нас, конечно, я уверен, что все бы хотели чудотворение. Ну, как-то так, ну, говорение иными языками, ну, классно там языки. Но я думаю, вот кто бы отказался, вот если вот так, по-честному, от чудотворения. Почему? Потому что такой видимый, значимый дар. И твоя личность в этом особенно может где-то зарисоваться, зафиксироваться, отобразиться. Но мы будем позволять Господу, мы будем принимать только то, что дано нам, согласно Его предвечным целям, записанным в нашем свитке, откровения, которые мы считываем и откровения, которые мы получаем. Ты, поскольку у нас тут еще время есть, вот у нас немножко есть время, вот такой еще момент. Ты говорила о том, что поднимает Господь апостольское тело, поднимает пророческое тело. И мы сами, я знаю, Девора, она годами находилась и даже в какой-то мере до сих пор находится в пастерском функционировании. То есть она функционирует так, она может функционировать как пастер. Я тоже могу функционировать как пастер и даже сейчас, ну, являюсь старшим пастером общины. Мы любим пастерское служение. Может, не так, как Его любит Иисус, ну, скажу так честно, ну, то есть я учусь любить. И мы были в этом служении сами, чтобы научиться, чтобы заполучить это пастерское сердце, научить. Я скажу, очень трудное служение, очень серьезное служение. Большинство побитых служителей – это пастера. Трудное. И мы знаем, что это очень трудное служение. Связано с людьми и так далее. Но, тем не менее, этот дар, который, ну, в большей степени уже открыт, как бы поднят. Господь поднимает апостолов пророков. Ты говорила, у тебя как бы было короткое обращение к пастерам, к пророкам и апостолам, которых поднимает Господь. Скажи что-то от Господа из своего сердца для пастерского тела. Потому что будут пастера церквей, которые будут слышать все эти вещи. Вот что ты посоветуешь, что ты скажешь, если у тебя определенное послание, пусть даже простое, для пастерского тела, на фоне того, что апостольское и пророческое поднимается. На самом деле, это большой респект и уважение для каждого человека, который стоит в пастерском служении. Это, на самом деле, огромное смирение и кротос любить, покрывать и помогать взращивать людей. С одной стороны, даже большое сострадание, когда пастыря они поднимают людей и могут быть также ранеными. И, наверное, как от пророческой грани, просто мы даже в эфире просим прощения, где вы можете также быть побиваемы через незрелость пророческих граней, которые могут ранить, которые могут где-то открывать то, что Бог дает для ходатайства, для молитвы. И мы вот просто сейчас благословляем там, где вы были ранены, и где вы были побиты, где вы были где-то даже придавлены тем, что вы не можете делать то, что хочет пророк. И незрелый пророк, он хочет, чтобы пастер, он назидал, научал, приносил определенную пищу. Но я верю, что сейчас также Бог и дает зрелость пророкам, которые могут уже взаимодействовать в теле. И одно из моих таких, я не знаю, слов, это только молитва. Я знаю, что Бог совершает все через молитву. И я сама просила, и я всегда сама прошу, чтобы то, что в моей жизни, где нету коннекта, чтобы Бог нас соединял в своем сердце. То, что будет сначала соединено на небе, в его сердце, оно соединится на земле. И мы верим также, что придет вот это взаимодействие, где не только пророки с апостолами, но где пастыря с учителями смогут соединяться, где также пророки смогут вместе с пастырями славить и поклоняться Господу. И тем самым уже не искать какую-то свою правоту, а умереть для себя и почитать другого выше, чем самого себя. И я думаю, что на вот этой грани, где мы умираем для себя, для своего ята, мы сможем поддерживать другой дар. И где мы сможем почитать другого и увидеть в другом также Бога, увидеть в другом также того пастыря, который оставляет 99, который идет за одной овечкой, который кладет ее на плечи, у которого есть семья, но который несет и проносит. Я также не могла где-то принимать пастырское служение, не могла принимать другие служения, но Бог дает зрелость. И я верю, что, дорогие пастыря, Бог взращивает свое тело. И там, где люди были еще вчера незрелые, может, завтра они станут зрелыми. И также поменяет Бог реакции определенных людей, и ваших, и других людей. Как говорится, и тебя вылечат, и меня вылечат. И я думаю, что Бог просто сейчас глобально исцеляет все тело. Он подымает на другой уровень и грань учительское служение, подымает на другую грань пророческое служение. Но я верю, через это придет также взаимодействие в теле. Ведь это воля Божия, чтобы мы были как едины. И я думаю, что у Бога есть определенный ключ единства, также пастырского и пророческого служения. Бог все хочет принести в единство, потому что там, где нет единства, это не целостность, это разбитость. И это пришло через грехопадение. Есть сферы, которые в теле не взаимодействуют, но Бог приведет все это в Божью гармонию, в Божье единство, где пророки начнут вместе славиться учителями Господа, где пастыря начнут вместе с апостолами кричать Аллилуйя и смогут поклониться Богу. Я верю, что Бог все приводит, пятигранное служение, все дары соединяет в одно, в Его сердце, там, где мы сможем соединиться и поклониться Богу. Амин, я и сказал, пять секунд сейчас закончится, продолжим.